Полицейский, признававшийся в том, что организовал угон и подбрасывание наркотиков невиновному человеку, перед вынесением приговора сменил позицию. Инспектора автоинспекции перевозка в район Сергея Шемякина задержали осенью 21 года за противозаконную попытку выслужиться и получить повышение. По первоначальным данным он попросил одного знакомого угнать автомобиль, а второго подбросить сюда наркотики для того, чтобы автоинспектор этот угон раскрыл, а заодно задержал наркоторговца хозяина машины. В случае успеха замысла владельца автомобиля, которого и так ограбили, еще бы и посадили, зато полицейского повысили. Но замысел был сорван, полицейский с подельниками был задержан, и сразу после задержания он вину признавал. Сначала он был под арестом, но потом его выпустили на свободу, и он вину стал отрицать. Подельник полицейского, непосредственно совершавший все действия, находится под стражей. Кто вас попросил совершить угон? Ну, это уже дела. Знакомый. Цель какая была? Никакой цели не было. О чем вас попросили? Ни о чем. Я говорить ничего не буду. Я уже все сказал. Сожалеете? Да, сожалею. Обвинения не поддерживаю, потому что все дело составлено на коленке. Грубо говоря, все сфорифицировано. Справедливость должна быть. А ее, по крайней мере, пока в данный момент, я вижу, что ее нет. Изначально меня вообще обвиняли в 286, это превышение должностных полномочий. Моих действий ничего не было. То, что я не сообщил о транспортном среде, что человек приехал, не знаю, говорит он правду или неправду, кого угнали, у кого угнали. То есть информации с отделом никакой у меня. То есть, хотя, в принципе, меня даже должны вызвать по факту. Вот, меня никто не вызывал, никто не спрашивал. Ничего я не пытался никому подкинуть, тем более еще и заставлять где-то их добыть. Я начал оговаривать Маркея, который начал меня оговаривать после того, как попал в СИЗО. Все, в принципе, здесь понятно. Вам это было выгодно, чтобы улучшить показатели, улучшить скрываемость? Нет, какие здесь показатели? Нет. Если бы я что-то хотел, я бы здесь все равно довел до конца и сделал. Здесь у меня никаких действий вообще не было. Обвинение фактически голословно, но не подтверждается исследовательными материалами. А как же показания потерпевшего, который говорит, что его избили, углали автомобиль, подкинули наркотики? Это деяния не касаются действий моего подзащитного вообще никак. Это отдельные действия обвиняемых Маркеева и Мурасова. Мурасов Арсен Мажетовича признать винову на совершение преступления. Назначить окончательное наказание Мурасов Арсен Мажетовичу в 6 лет в 2 месяца решения свободы с отбыванием наказания справедливой колонии строгого режима. Шемякин Сергея Александровича признать винову на совершение преступления. Окончательное назначение Шемякина Сергея Александровича наказания в виде решения свободы на срок 9 лет. С отбыванием наказания в виде решения свободы с правительной колонии строгого режима. Сергей, как вы оцениваете? Беспредел я оцениваю. Обжаловать буду до конца, до Верховного суда. С чем согласен? Совсем. Мой муж не виноват. Мой брат не виновен. Вот как я оцениваю. Я без комментариев. После приговора, может быть, вы скажете, кто у вас попросил срочить убор? Нет, ничего. Ничего я не могу говорить. Без комментариев. Кстати, еще один участник этой криминальной карьерной операции, второй знакомый полицейского, также обвиняемый в разбойном нападении и угоне автомобиля, ушел на СВО, и потому суда над ним не было.